Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам священного писания. И сегодня, отталкиваясь текста из Евангелия от Луки 5.8, мы зададимся вопросом, почему апостол Петр просит Христа, чтобы он удалился от него, чтобы Христос ушел от Петра. Зачем Петр на этом настаивает? Не очень понятно. Давайте прочитаем сам этот стих. Это Евангелие от Луки, 5 глава, 8 стих. Увидев это, то есть то, что произошло чудо, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Давайте посмотрим комментарий святителя Амвросия Медиаланского. Кстати, на Луку Свято-Тихоновский Богословский университет выпустили два тома толкования Амвросия Медиаланского на все Евангелие от Луки. Я рекомендую любителям святоотеческого наследия приобретать эти книги. Амвросий Медиаланский — это один из интереснейших экзегетов. Он использовал сразу несколько способов истолкования писания, отдавая предпочтение аллегорическому. Но вернемся к тексту, к нашему вопросу. Амвросий пишет, «Выйди от меня, Господи, говорит Петр, потому что я человек грешный». Он был изумлен божественными дарами и чем более становился достойным их, тем менее их ожидал. И ты скажи, христианин, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Чтобы услышать от Господа слова ободрения, «Не бойся!» «Не бойся исповедовать грех всепрощающему Господу, не бойся признавать Господним даже то, что твое, потому что это Он дал нам от своего». Он не знает зависти, разбой или хищения. «Ты видишь, как благ Господь, давший и людям великую власть». А теперь посмотрим объяснение святителя Иоанна Златоуста, не менее интересного автора, экзогета. «Так и Петр говорил, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». «И за это стал основателем церкви». За что за это? Он себя грешным признавал, недостойным общаться с Господом, находиться с Ним рядом в одной лодке. Вот почему он и стал основанием церкви. Златоуст продолжает подлинно, ничто так неприятно Богу, как если кто считает себя в числе величайших грешников. То есть это очень приятно Богу. Ничто так не неприятно Богу, как если кто-то считает себя величайшим грешником. Это и есть начало всякого любомудрия. Смиренный и сокрушенный никогда не будет ни тщеславиться, ни гневаться, ни завидовать ближнему словом, не будет питать себе ни одной страсти. И это действительно так. Ибо и в Писании сказано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Подлинная праведность рождается тогда, когда мы осознаем свою греховность. Вот это трудно понять, но это настоящая правда. И блаженный Иероним так и пишет. Мы становимся праведными тогда, когда исповедуем себя грешниками. И Петр в лодке со Христом припадает к его коленом и говорит, «Выйди от меня, ибо я человек грешный». Когда мы приступаем к Господу, идя на исповедь, где он тайно присутствует, незримо и приемлет нашу исповедь, или когда мы приступаем к святым дарам, мы должны в каждом случае осознавать свое недостоинство, пережить ли нам Божье прощение в Таинстве примирения или соединиться со Христом в Таинстве Евхаристии. Грешны мы. Исповедуя это, мы проявляем страх, богобоязненность, и в ответ слышим слова Христа. «Не бойся, не бойся, еще раз говорю тебе, не бойся, не бойся». Сейчас страх сковал целые континенты, люди боятся, а голос Христа продолжает звучать. «Не бойся». И однажды Христос сказал, «Не бойся, малое стадо, Отец благоволит дать вам небо». Христиан становится все меньше и меньше и меньше на этой планете. Это результат апостасии всемирного отступления от веры. Как Христос говорил, «Сын человеческий, Сын Божий, придя на землю, обрящет ли веру на земле?» И как в начале истории Церкви, христиан было немного. И Господь всегда пользовался возможностью подбодрить их этими словами. «Не бойся». Так и сейчас, в последние времена, Он обращается к нам. «Не бойся, малое стадо, Отец благоволит дать вам небо». Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых наших беседах. И берегите себя. Спасибо всех, Господь! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.